Всем привет! С вами интернет-магазин QQ.RU И сегодня я хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона от компании Highscreen Highscreen Hercules Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео Сразу перейдем к тому, что входит в комплект Это стереогарнитура, кабель Очень интересная разработка Highscreen Здесь подсветка, и когда идет зарядка, сигнализируется, сразу видно Когда уже закончилась зарядка или идет заряд Очень удобно Сама зарядка с выходом USB Также руководство пользователя, гарантийный талон И вот этот ключ, который позволит открывать слоты SIM-карт Micro SIM Для их установки и выемки Сам смартфон в черно-белом цвете 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD Также здесь интересная особенность есть на вспышках фронтальные С камерой фронтальные 5 Мп Интересно решили расположить клавишу Включение-выключение разработчики в верхнем торце Вместе с разъемом 3,5 По бокам здесь справа находится слот для карты памяти Micro SD до 32 ГБ и качель громкости Слева два слота для SIM-карт Снизу микрофон и разъем micro USB Белая крышка, как мы видим, матовая Здесь посередине в центре выдавлен красивыми буквами Логотип High Screen Название Также в углу влевом притоялась камера 13 Мп со светодиодной вспышкой и дополнительным микрофоном Чуть ниже находится решетка динамика Аккумулятор здесь несъемный, 2200 мАч Сам смартфон толщина получился почти 8 мм Ширина 70 мм, высота 140 мм Как мы видим, в руке лежит очень удобно Нарядно выглядит, в принципе, не особо сильно пачкается матовая часть смартфона И благодаря тому, что несъемный аккумулятор, конечно, получился он очень монолитным Щели минимальные, естественно, ничего не люфтит и не скрипит По начинке, значит, это стандартный Android Здесь приостановлены сервисы от Google Не забыл диспетчер файлов производителя установить Также здесь есть радио аналоговое Наушники здесь являются антенной По настройкам здесь, в принципе, все стандартно Что можно посмотреть? Посмотрим, конечно же, память Память здесь 16 гигабайт, разбита на два логических Первый чуть меньше трех Второй где-то порядка девяти Девяти с половиной гигабайт Но, опять же, здесь можно расширить Здесь, благо, продумал разработчик Пристроенной такой памяти Здесь слот карты памяти MicroSD 32 гигабайта Это все-таки, считаю, хороший плюс По экрану, в принципе, здесь стандартно Идет лаунджер Так что передвижение, конечно, быстрое Здесь, в принципе, 8-ми ядерный процессор Оперативная память Здесь 2 гигабайта Поэтому телефон справляется с приложением очень быстро И легко открывая и закрывая их Браузер здесь установлен стандартный Мне он, в принципе, нравится, он лаконичен И легко открывает даже такие сайты Как наши Где много представленных Сокачественных картинок С красивой анимацией И возможностью посмотреть, к примеру, того же Обзора той или иной модели Опять же, все не уходя в другое приложение Что очень удобно И благодаря разрешению В разрешении Full HD Все красочно Ярко, насыщенно По поводу, допустим, самого Дисплея Мы с вами посмотрим на канале YouTube Как это будет все выглядеть Картинку здесь он покажет в разрешении HD Но все равно Мы увидим качество дисплея Как мы видим Картинка четкая, насыщенная С хорошими углами обзора При этом, конечно же, мне понравилось Нет ни инверсии цвета на максимальных углах И ярко выражены границы объектов И опять же, как мы видим Оперативно срабатывает Поворот экрана Без задержек Давайте проверим, как дела обстоят со звуком Несмотря что динамик всего лишь один Звук очень громкий И пропустить его будет просто невозможно Настолько мощный и сильный он По технической составляющей Здесь, в принципе, все в порядке Дисплей обладает пяти пальцем мультитачем Antutu Benchmark В последней версии Показал достаточно, на мой взгляд Неплохой результат 32 635 По технической информации Здесь, как мы видим Все это основано на процессоре От Mediatek MT6592 С графическим ускорителем Mali-450 MP Ну, Full HD Разрешение 1080p 120p И основная камера 13,4 Мп 2 ГБ оперативной памяти Жесткий Разбит на два логических Общий Где-то 10,5 ГБ Доступен для пользователя Процессор 32-битный Восьмиядерный 2000 МГц Его частота Графический коритель Пятипальцевый мультитач обладает И поддерживает плотность пикселей До 480 на дюйм Фронтальная камера 5 Мп Датчики под направление Экселерометра Приближение Освещение Компас Положение Гироскоп Линия на ускорение Векторного вращения Как мы видим С датчиками полный порядок Как и с производительностью По камере Камера в принципе Мне Здесь Понравилась Она На мой взгляд Отлично Она 13 Мп Плюс Опять же Фронтальная Вот эти моменты Мне Конечно Безусловно Понравились Настройки Здесь Простейшие В принципе Сделано меню Можно настроить GPS Теги Опять же Странная настройка Гироскопа Звук Затвора Сетка Снимок По касанию Не надо Дополнительно Что-то Мы Сделали Автофокус Чтобы На что Снимок Удобно В принципе Многие смартфоны Эти функции Можут похвастаться Режим экрана Баланс белого Настройка камеры Здесь Подавление Мерцания Стандарт Просмотр И размер снимка Настройки видео Здесь Позволяет Снимать В качестве 1080p Есть ЕС Микрофон Отключение Режим звука Есть такой Интересный пункт Интервал Циклической Записи Тоже Некоторым Может быть Есть Определенная Кнопка Которая Позволяет По улыбке Фотографировать На мой взгляд Это очень Необычный Но интересный Момент В принципе Вот основные Характеристики Попробуем Сфотографировать Как мы видим По нажатию Достаточно удобно Фотографировать И качество получается При этом очень неплохое Видим отлично Буквы Цифры Все не смазано Четко С фото Полный порядок Опять же Фронтальная камера Идет со вспышкой Соответственно Качество селфи В темное время Будет гораздо выше По поводу игр В принципе Телефон достаточно Производительный Легко справляется Такой простой Например Для начала Как собой Surface Прорисовка Отличная Заглаживаем Текстура Ничего не режет глаз И при этом Как мы видим Сам персонаж Четко двигается Куда его направляем Без каких-либо проблем Тем самым Позволяет даже На высоких уровнях Показать Отличный результат По поводу Игр что-то посильнее Могу Прекомендовать К примеру Тоже Асфальт 8 Игрушка В принципе Гораздо более По техническим характеристикам Требовательна И Показывает Гораздо больше Интересно Картинки Выглядит все это Как мы видим Очень красиво И Хорошо управляется И автомобиль И отличная Прорисовка Вдаль Ну конечно При такой Нагрузке Как у Асфальт 8 То идет Конечно Небольшой нагрев С задней стороны В области Вот здесь Чуть ниже Под микрофоном Да Но это связано Конечно же По угоду дизайна Поскольку сам Он всего лишь 8 мм В толщину Естественно При такой Нагрузке Идет Теплоуделение Тем более Такого мощного процессора Восьмиядерного Поэтому конечно же Идет небольшой нагрев Но это в принципе Нормально Я считаю И так Подведем итог Получился Очень Симпатичный Здесь Идет Как бы такой Даже слоеный Черное Как будто стекло Все полностью И белое При этом Матовый белый Как мы видим Плохо остаются Отпечатки от пальцев Не марки Экран С высокой Яркостью С хорошими Углами Обзора И Full HD Позволит Как и просматривать Видео В хорошем качестве Так и Вообще Порадует глаз Камеры Здесь также Достаточно сильные Что основная 13 мегапикселей Что фронтальная Она Мало того Обладает Вспышкой Которая сделает Ну и лучшие Селфи В среднее Вечернее Время Суток Плюс Разработчик Также Не забыл Таких простейших Как радио Аналоговое Которое При помощи Подключения Тереогарнитуры Позволит Насладить Ваш слух Радиоволнами Передачей При этом Он Очень компактный Как мы видим В руке Лежит хорошо И даже Небольшие руки Легко Дотянутся до конца Дуглов Дисплея Тем самым Позволит управлять Одной рукой При этом Две Сим-карты Micro SIM Позволяющие Первый слот Управлять Допустим Так Тем же Допустим Удобными Тарифами Разных Операторов Плюс Поддержка Опять же Сети 4G ЛТЕ Возможность Просмотра Допустим Того же Интернет-фильма При возможности От оператора С большой скоростью Чем-то 3G Скажем так Что же на мой взгляд удобно Большое спасибо за внимание Подписывайтесь на наш канал Комментируйте Задавайте вопросы Всего вам доброго До свидания До свидания До свидания До свидания